Напоминаю, на площади Весенняя работают корреспонденты телекомпании «Июнь». Сейчас Дарья Гречанникова готова рассказать о масштабной акции Дня Победы. Бессмертный полк вновь принял в свои ряды сотни горожан. У каждого в руках фотография героя. Все они чтят и помнят. И никогда не забудут подвиг своих близких. Великой Отечественной войне В 1942 году попал под Сталинград дивизию Рокоссовского. Был несколько ранен и закончил войну в Праге. Первый раз я взял внучек с собой. И сам первый раз пришел. Просто долг надо было отдать отцу, чтобы он посмотрел и увидел, что его не забыли. Это мой правый прадедушка Румянцев Алексей Матвеевич. Он служил с 1941 по 1945. Он был ефрейтором. После войны он приехал сюда, в Междуретинск, кто-то работал. Вы с кем пришли на акцию и почему? Что она для вас значит? Сегодня я пришел с семьей, с женой, с ребенком, с родителями. С транспарантами. Это мои деды, прадеды. Хотим почтить их память. Но это же моя, можно сказать, история, мои предки. Возглавляет колонну боевая машина. Сейчас Бессмертный полк пройдет от площади Весенней до городского парка. Там у мемориала павшим войнам в знак памяти возложат цветы. Мы выходим стар и млад. В день победы на парад. В честь героев, чьи сердца Бились гордо до конца. Бессмертный полк в одном строю. Кто жив и кто погиб в бою. Бессмертный полк в словах святых, Единство павших и живых. Бессмертный полк построил в ряд И генералов, и солдат. Бессмертный полк в нем все родные, Спасая жизнь и честь страны. Редактор субтитров А.Семкин Это мой отец. Освобождал Ленинград. Прорвал блокаду Ленинграда. С 1942 по 1944 год. Это память наших детей, наша память. И не хочешь, чтобы мы все забыли О той великой победе, которая в 1945 году произошла. Дух несет в руках портрет, Там его погибший дед, Дед на снимке молодой. Дух идет уже седой. Бессмертный полк в одном строю. Кто жив и кто погиб в бою. Бессмертный полк в словах святых, Единство ваших нишины.